Сергей Лазарев! Сергей Лазарев! Повторяю Сышу! Первое, два, три! Добавляю вас все! Друзья, вы все время зашло в заклама, в какой был данный день, что как его было? Встречаем Сергей Лазарев! Друзья, здравствуйте! Я Пеер! Друзья, как считаю, что у вас в свободе? Вау, это все у нас не было. Благородка! Всем приветствую вас! Рад быть гостям у вас в городе. Я вообще люблю вас в городе. Сейчас поперечаюсь в концепцию. И вот сегодня такая встреча с вами здесь, в Литвуале. Огромное спасибо за просмотр. Устраивайте какие-то дни, когда мы можем встретиться. И вообще Литвуале это здорово и круто. Я сам являюсь участковым покупателем. Как и вы. Поэтому здорово, что мы сегодня все здесь с вами. Как настроили у вас, друзья? Отлично! Прелестно и прекрасно. Я, можно сказать, замечательно, буквально прилетел. И сразу к вам. Сразу и к вам навстречу. У нас, безусловно, как и уже очень новый день. Это очень здорово. Не несу никакого внимания. Я очень надеюсь, что у нас за всеми сфотографировался. Да. Но, тем не менее. В любом случае, это круто, что мы спали на одной волне. Волне Литвуаль. Я надеюсь, что все уже вкусно пахнут. Я надеюсь, что очень хорошо. Я с вами готовился. А для любимого нормального проекта. Поэтому, сентября, мы не подойдемся. Обязательно, он и присутствует. Ну что? Я думаю, что, так как по сравнению ограниченное количество, у меня у нас максимальный успех. Поэтому, не буду ли я себе обидеть на стол? Конечно. Да-да-да, сильнее, да. То есть, дело удобно, находясь здесь, и у нас здесь, в частности. Ну, пожалуйста. Наверное, не нужно, чтобы хорошо, если я буду сидеть, а Фарелия и подходить, и стоять. Поэтому... Я буду тоже стоять. Я вам просто извиняюсь, но если у кого-нибудь есть товарища, у меня уже все было организовано, наверное, вы тоже говорили, и первый раз проводим подобные акции в ритуале, и продолжим свечи. Поэтому, наверное, что у нас все организовано, я буду стоять здесь, вы подходите, мы фотографируемся, специально обучающий человек, который фотографирует, правильно? Дело. Будет? Прекрасно, Виталина здесь. Виталина? Виталина здесь стоит, вы отдаете ей свой телефон, предварительно его заблокировал, сообщу, там, билл, шикарно, шикарно. Вы отдаете телефон с включенной камерой, вы подходите, если у вас есть еще ассоциация, я вас присылюсь, мы подкопьемся, с левым подходим, по правому ходим, правильно? Да нет, все нет. Я думаю, что в процессе мы еще не попросим вам и скажем, делаем все организованно, быстро и улыбаемся. и сразу не портаем, а то я скажу, но я тут не получилось, но я тут не получусь, я в огну, поэтому, отходим широко, открываем глаза, улыбаемся, хорошо, договорились? Прекрасно. Прекрасное все настроение, мы все рады, что вы здесь. Поздравляем, Виталий! Так, ну что, Сергей, я... Я... А вас как зовут? Я зовут Ярослав. Ярослав. Ну, на вас, тоже, возможно, вашу миссию, вы внедрите все, в общем, и более еще развлекательные народы, во всем мире, со всем мире. Да, я готов, поэтому, если кто-то, нужно будет обращать музыканты. Помещаем. Все, поехали, друзья! Спасибо. Брали самые интересные вопросы от нашей поддержки. А, по-моему, чуть-чуть! Да, да, чуть-чуть, после этого вопроса. Готов, все, прекрасно! Конечно, будем говорить о творчестве, вдохновении, о многом другом. Поэтому, буквально часа 4. Да, и порядка. Все, отлично. Самолеты вы раздержите, как и вечно. Так, ну что, давайте, Сергей. Сегодня у нас здесь, в магазине Вафе проходит праздник красоты. В связи с этим правильного человека пригласили. Боже, на красота я это... О-о-о-о! И вторая скромность. Первая красота, вторая скромность. Прекрасно. Так, а тогда у меня первый вопрос. Как тебе удается стать Шикаго? Вот такой вопрос. На подписчики. Друзья, недостык. Вот сегодня осталось 22 часа. Мне кажется, вы выходите в сна или не было про руты жопы. А еще сегодня, потому что вы покупаете шару, я думаю, еще в шумах. И за сегодня я уже напомнил два сна, чтобы принять все до вас. И я так просто на сна, как на лучшие 6 минуты. Хорошо вы видите. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос. Вы всегда очень ярко себя проявляли. Но скажи, что помогает тебе сохранить позитив и сдержаться энергией? Меня заряжают энергией мои зрители, мои слушатели. И вот так будет резко сегодня. Поэтому я просто не могу уходить в грязь на солнце. Понимаете? Тогда у меня, Сергей, в большинстве в разных городах, вы должны сохранить солнце. Окей. Так, ну а что, шумов-то нет? Ну, первым. Так, тогда давайте... Ну, такой вопрос, Сергей. Бой прекрасный детей, я знаю. Можешь нам сказать, как ты с ним проводишь тренинг? Ой. На самом деле, мы действительно у него свои котишек. И сыну Никите семь лет. Они уже почти четыре. Ну, к сожалению, у нас там всего и две котели висели. Вообще, у нас в большинстве время. Безусловно, периодически у нас не расстроили. Я уже хочу от съемки, если я занят. Ну а так, мы каждый раз что-то придумываем вместе. Что-то делаем, лепим, рискуем, мультики смотрим, играем, решаем задачки. То есть, у нас постоянно какое-то сорочение, испытание. То есть, у нас все-таки есть и все-таки помогут. Ну что, тогда давайте следующий вопрос от наших подписчиков. Вот ты недавно был в Коминикане. Правильно? Хорошо, был так давно. То, что ты с Коминиканой был в Коминикане. Ну, сколько это было? Ну, полгода назад. Так, там красиво. Просто я сейчас обманюю. Как вы видите? Я уже был первый в Коминикане. После сентябрьских съемок. Вот, вот. Мазарский немножко отдохнулся. И было прекрасно, солнечно и десантно. Хорошо. И еще написано, что было в Коминикане. Это тоже поездка, просто следующая точка была. И там тоже очень красиво, очень хорошо. Вот что возникнуть там? Какие основные, может быть, запомнить свои места? На самом деле, в Коминик вообще очень зеленая страна. И там очень много денег вообще запущено. Выжиг конец. Поэтому, вот, максимально можно походить по лесам. Знаете, невероятную жирность. Там просто везде, 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 везде. Это еще кто-то. Это невероятный животный мир. Поэтому, если что, надо посмотреть природу. Вот, кстати, по поводу жилого мира. Подписчики заметили, что у тебя было шикарное видео с ним. Вот. А может, надо бы рассказать, как трудно появиться, какими-то эмоциями, которого я делаю? Я люблю это. Я люблю это прекрасно. Я люблю это. Я люблю это очень здорово. Я люблю это. Я люблю такие лапки. Потому что, на лапке, они очень умные. Очень трудно. Я люблю это. 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 А, все. Вспомни из Магарскада. Точно, точно. Точно, точно. Вот, когда я думаю там, в высоте. Какого с вами это? Из Магарскада и его мора. Да, кто он смотрел в Магарскаде? Я смотрел в Магарскаде. Жюля, конечно, Жюля. Вот он вступитель в Магарскаде. Так, ну что, тогда давайте идем дальше. Какие еще интересные приключения с тобой встречались от путешествий? Путешествий. Путешествий. Я очень люблю лошадей. Катаюсь в лошадях. И, наверное, это меня интересные. Расскажки очень. Нет, на самом деле я всегда путешествую. Какой-то случай не буду рассказывать, но когда я путешествую, я всегда максимально пытаюсь много посмотреть. То есть, у меня отдых это не такой-то такой отдых ничего не делаешь. Я смотрю, как я с вами знаю, что я сделаю в первый раз в туалет. Максимально ставлю много экскурсий. Я периодически раньше снимал в запрещенной юридической сети. Вот, снимал, стоимость очень много, даже блоги какие-то снимал, блоги. Так, чтобы определиться эмоциями. Потому что путешествия не отбережают всем. Что-то новое человек возле себя. Узнаю что-то новое. И поэтому все мои путешествия очень познавраться и очень яркие. Скажите, я лично от меня вопрос. А было ли такое место, где ты еще не был? Какая-то точка? Конечно, конечно. Бережутся очень много. Я никогда не видел в России никогда, где был гильболий. Никогда не видел в России. Вот сейчас все звезды летают на зиму, где разуме было. Вот, как в Турции, хорошая страна. Хорошо. Так, хорошо, что переходим к творчеству. Хочется узнать про главных. Что у тебя сейчас нового? Планируются альбомы, концеты? Какие-то творческие проекты? Слушайте, безусловно, относительно творческих планов, конечно, скажу, что сейчас мы дорабатываем наш концепт при N2, с которыми я убил с этой книги. Сейчас мы дорабатываем с 80 концептов финальных. И уже осенью будет три одного фо-шоу. Работать в Питере и в Москве сначала, а потом к дальнейшему поеду построим тур. Дальше шоу будет для N2. Сейчас мы доверяем при первом концепте Минск. Ну и дальше тур по городам, небесам. Вот так приеду вам гости. Шоу «Я не борюсь». И осенью также я планирую небольшой альбом. Так, скажите... А еще? Просите. Завтра я снимаю бире на весне танцев. У-у-у-у! У меня в какой-то причине верх приходит в breaker-радус в гражданах. Так, а есть у нас люди, которые присутся на концертах с игре у нас? У-у-у! У-у-у! Желтый цвет, жёлтый-чёртый фондук. Прекрасный, древный, прекрасный. Вы поставите, как это светит фондук? У нас фондук официальный. В каждом городе свой официальный фондук. Объединены все названия официальных фондук. Просто в каждом городе все это стоит. Вы все после встречи вступаете в фондук. И я хочу сказать, что вам спасибо фондук в разных городах, в Крыму в том числе. Потому что они очень много помогают и деткам, и детские дома есть. Они помогают приятным, собакам, кошек. Помогают ветеранам, привозят всякие нужные вещи. Так что огромное спасибо фондук. Я это всё вижу и очень ценю. Спасибо. Это происходит в каждом городе. Я очень ответственный, чтобы вас не поклонить. Ну что, давайте будем перейдеться дальше на следующий вопрос от подписчиков. Какие концерты оказались самыми необычными? Были какие концерты в карьерной жизни? Необычные? Да. Ну а как-то может быть запомнился этот концерт. У меня каждый концерт запоминается. Потому что на каждый концерт абсолютно разная этика от зрителя. Люди разные, города разные. Но всегда приходят на очень высокий город. Я всегда делал классочные шоу. Кто бы мой концерт знает, кто не был, приходите и увидите. Увидитесь в этом. Ну какой-то случай, насколько я помню, сейчас я не могу. Он мало спал всё-таки. Но, в своем деле, концерты в своей раке есть. Это двухчасовое живое шоу. В настоящем костюме. У меня музыканты. Все живем. Танцоры. Так что... И вот сейчас мы в финальном Н-тур. И, как уже сказал, мы почти готовы к турниере нашего нового шоу. Потому что у нас были переносы в связи с определенными ситуациями. В том числе с карантинами. Хорошо, что это закончилось. Эта пандемия. Мы победили всё это. И теперь мы сходим плотно друг к другу. Без масок. И, в общем, для его всего здоровья. Удовольствие соединение с соцсетями. Удовольствие стало меньше чуть-чуть, да? Да, это так. Скажи честно. Ваткестан сам. Все фотографии, все посты сам. Да, сам. Нет, у меня... Ну, сейчас как-то стало меньше, соцсетей гораздо проще вести самому. Поэтому даст сам. Окей. Да, у меня есть как-то запрещена определенная социальная сеть, в которой мы сейчас посетили. В нашей стране мы не будем ее называть. Это еще не понятно. Принекуты чему-нибудь. Так вот. Телеграм у меня есть. Телеграм-канал. Поэтому подписывайтесь. И там сообщаются новости последние. И там происходит общение, собственно, по камеру. Ну, а сообщения поклонников читаешь? Ну, реально, конечно, читаю, естественно. Это же как это... То есть, мне важна обратная связь в том, в этом моменте. Угу. Окей, смотри. Ну и сразу вот такой вопрос. Можешь назвать... Ну, давай так. Вот это три. Тот самых необычных сообщений, которые приходили. Ну, знаешь, там вот открываешь, и каждая можно читать, засчитывать. Они все очень яркие. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Есть позитивные и стереоативные. Я к ней очень спокойно отношусь, потому что невозможно, все нравится. Это вполне нормально. Но радует, что такие позитивные и положительные комментарии в разы больше. Ну, очень разные. Вплоть до того, что, там, не знаю... Понятно, что хочу тебе детей. Не все понятно. Какое сейчас-то случается. Кто-то пишет, что уже есть ребенок. Кто-то приедет Галин. Очень разные бывают. Хорошо. Вот ты сказал, что ты уже был не раз, да? В нашей семье. Скажи, удалось ли тебе посмотреть город? Ну, кто знает, мой график. Вот как сегодня, собственно, я приехал на буквально несколько часов и сразу улетаю дальше. Единственное, запоминаю города. Это по зрителям, по концертным площадкам, в которых я вступаю. Вот так я вижу здесь город. Потому что я приезжаю в самом окно, там, утром, днем. Еду на саундчейк, даю концерты. Вечером, собственно, либо перебираюсь в другой город в ночь. Либо с другой на свечную перебираюсь. График крайне сложный. Поэтому я не собирал. Удается посмотреть город. И я запоминаю у меня как-то из окна автомобиля. Еду на саундчейк. Хорошо. Вы посмотрите. Вот вижу девчонок в первом минуте. Помню, что видитесь на концерте. Моя хорошая пара. А есть ли пять самых интересных для тебя городов России? У России Романа Гаграна – это такая классная и большая страна. Каждый регион, он по-особенному для меня важен и интересен. Каждый регион. На самом деле, сейчас как-то очень активно развивается туризм внутри страны. Очень круто, потому что порой мы даже часто не уезжаем за предел своего города или редко выезжаем. Вот сейчас как-то максимально стали пушить и все больше и больше хочется посмотреть. Например, разные регионы. Замечательный регион Касатарский край, Камчатка, еще какие-то регионы. Урал, Сибирь. Это все очень здорово и очень по-разному. Везде привлекали индивидуальные какие-то люди, индивидуальности. А я буду сказать, что пообщается, у каждого своя какая-то достоинность. Поэтому страна огромная, многонациональная, многогранная, классная. И очень хочется, как можно больше порой путешествовать. Но, безусловно, я у меня в Москве вырос и родился. Безусловно, я готовлюсь. Но, так как моя работа связана с переездами, с путешествием, с войны, с достроями, я, конечно, очень много прогрессил. Мой L-тур насчитывал 150 тысячных городов и шоу. Предыдущие шоу еще больше. То есть я покатался. Поэтому я каждый ее помню и любил. А, Сибирь, ты посещаешь города только крупные с концептами? Нет, не всегда. Ну, то есть это два разных города. Разные города. Не взять миллионы. Ну, а есть такие города, в России, которые еще не бывают? Может быть, это какие-то совсем маленькие города. Но, обязательно. Ее сходы? Да, сходы я где-то не был. Я не могу взорваться на тысячу маленьких сережек. И разъехаться потом в каждую частицу, в каждый город или населенный пункт. Но, и опять же, мое шоу, оно предполагает определенные технические требования. И везде это возможно осуществить. Поэтому, конечно, мы играем в какие-то города, где есть хорошие концептные залы. И там, куда можно привезти оборудование. Потом, типа, есть все оборудование. Потому что мы все перевозим с оборудование. Хорошо. Так, ну и следующий вопрос. Сегодня собралось огромное количество моих вам. Как в своем интернете, чуть-чуть добавляет. Такой вот, вечерний Ярослав. Да, в этом году сейчас в вечерний не выходит, в связи с сезоном, а в вечерний расстан. Но вы крайне есть себе, как чувствую, как в Ане. Да, ну, как я видел, сзади, очень другой фон. Я писал, что в начале ей не праздник красоты. Великий праздник красоты. Это прекрасный. Да, и сегодня самые красивые ученики в мире. Это я вижу. Мы собрали все. Самые красивые Ани. Все. Красивые. 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 Вот, смотри. Сегодня огромное количество, да, еще раз напомню. Которые тебя очень ждали и очень тебя любят. Да, я люблю тебя и в семье. Можете тебя ухотить? Прожелать что-то. Я хочу пожелать, что вы берегите свой город. Чтобы вы его максимально оберегали. Украшали. Чувствовали ответственность за него в том числе. Хочу пожелать каждому этим летом хорошо отдохнуть. Как-то душевно отдохнуть. Кто-то может быть у себя в огороде копаться и получать это удовольствие. Я тоже люблю растения копаться. Так что просто отдохните, наполнитесь какой-то добротой, позитивно, улыбайтесь чаще. Вообще улыбка, она всегда очень помогает по жизни. Даже если вы сталкиваетесь с тяжелыми ситуациями, обязательно удовольствуйтесь. И тогда вам приятно прилетит улыбка в ответ. Я вас тоже вижу и уважаю. Семьян, спасибо. Найдите вопрос от отечественной работе. Вы были самые интересные. Замечательно, потому что, безусловно, я поговорил о мостах. Но сегодня здесь все сохрались для того, чтобы в том числе как-то приблизиться поближе и сделать фотографию. Поэтому я бы не терял времени больше. Правильно. Но после разговора, не после разговора, но очень интересные. Но тем не менее. Хочется, чтобы началось наше общение уже личное. Хорошо. Тогда сейчас я приглашаю всех подговорить с нашим концертом. Смотрим график. Так. Первый спирт. Светлый лазер. Светлый лазер. Светлый лазер. Сейчас мы подготовим все, что вы сделали. Я хочу написать фотографию. И всегда рад, что вам нужно передать нашу прекрасный Виталий и свой телефон. Она сфотографирует вас. Спасибо. Уважаем. Уважаем. Удиви. Уважаем. Уважаем. Продолжение следует...